О том, что мечты сбываются, знают все. Не все знают, что нужно делать для того, чтобы они сбылись. Путь шестиклассницы школы номер 8 Варвары Кокотеевой к исполнению мечты и еще 40 ребят из разных школ начался с участия в проекте Шадринского государственного университета «Культурные каникулы». Я посещала музей и театр и про это писала посты, свои впечатления. Наша команда участвовала в театральном фестивале и мы подготовили спектакль на военную тематику, заняли второе место и вот мы были в Петербурге. Мечта была одна на всех – побывать в Санкт-Петербурге. Проект, он же и конкурс для его участников тоже один, зато очень масштабный, рассказывает Татьяна Сизова. Вообще этот проект возник год назад, ровно год назад, когда мы были в Москве тоже с проектом, но другим патриотическим проектом. И тогда в последний день, когда мы уже всей такой сплоченной группой с детьми прощались, и они сказали, а давайте встретимся вновь. И я спросила, а куда вы хотите? Они сказали, все хором, они хотят увидеть Санкт-Петербург. Взяться за осуществление мечты решила студентка магистратуры ШГПУ, учитель русского языка и литературы гимназии номер 9 Ирина Ефремова. Участница театральной студии и творческий человек, она стала участницей грантового конкурса фонда «Росмолодежь» со своим проектом «Культурные каникулы». Суть его заключалась в том, чтобы привлечь школьников к активному участию в культурной жизни, в творческих конкурсах, мастер-классах по театральному и ораторскому мастерству, в сценических постановках. С тем, чтобы самые активные участники получили в качестве вознаграждения возможность бесплатно побывать в культурной столице нашей Родины. Очень сильно нам помог Шадонский государственный драматический театр. Большое спасибо актерам, которые приняли участие в данном проекте и рассказали ребятишкам, что такое театральное искусство, показали все за кулиси. И в Санкт-Петербурге мы сходили в музей театра, где нам тоже рассказывали, как и что происходит на сцене. Для большинства ребят это была первая поездка в Санкт-Петербург, поэтому стала большим подарком и для родителей школьников делиться своей радостью мама одного из участников экскурсии Дмитрия Симовских. Я бы хотела выразить особую благодарность Ирине Ефремовой и Шадринскому государственному педагогическому университету за то, что он дал нашим детям такую возможность съездить, отдохнуть. Санкт-Петербург это замечательная культурная столица. Ему ребенок привез целый багаж впечатлений. Больше всего в поездке в Санкт-Петербург мне понравилось посетить Исаакиевский собор. Собор, в котором хоронили императоров и не только. Этот собор очень красивый, высокий, делался очень интересной системой. И с ребятами нам удалось подняться на вершину его, и нам открылся прекрасный вид на Петербург. Мне тоже безумно понравились почти все достопримечательности, в особенности Эрмитаж, потому что я не только увлекаюсь, но и сдаю историю. И для меня это был ценнейший опыт, поэтому огромное спасибо педагогическому университету за предоставленную возможность. Мне очень понравилась Петропавловская крепость. В ней мне очень понравились стены и потолки, там было очень красиво. Нам рассказали историю Санкт-Петербурга, кто его основал, и показали все, как было. Говоря о самом запоминающемся событии, я вспоминаю самый первый день нашего пребывания в Санкт-Петербурге, потому что самый первый день мы пошли гулять по Невскому проспекту, и это было просто незабываемое ощущение, потому что мы гуляли по этим улицам, смотрели на эти красивые здания. И на самом деле мне хотелось бы передать огромную благодарность нашему Шотовскому консуточно-педагогическому сетерату, потому что такая возможность бывает только раз в жизни. Руководители ребят сами до сих пор находятся под впечатлением от этой поездки, в том числе и потому, что были причастны к счастью исполнения мечты. Когда мы сказали «добро пожаловать в Санкт-Петербург», у некоторых ребятишек, которые помладше, были слезы счастья. Они звонили своим родителям и говорили «мама, я здесь». И снимали родителям прямой эфир и показывали, что они идут по Невскому проспекту, что они заходят в Эрмитаж, они видят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость. И причем, знаете, все, мы думали, мы не поднимем там, будет тяжело ходить, кто-то будет стонать. Такого не было вообще. За все четыре дня полных, которые мы провели в Санкт-Петербурге, они все вставали в 7 утра, мы ложились поздно, ночью уже в 12 там в час, потому что сколько километров мы прошли по великолепнейшему городу России, даже, я бы сказала, мира. И даже традиционная для зимнего Питера пасмурно-влажная погода не испортила впечатлений шадринских культурных путешественников. Но это все затмевалось солнечными улыбками жителей. Все очень гостеприимны. Мерцание предновогодней вот этой суеты всей. Раздавали пряники, желали всего самого хорошего. Дети, вот я считаю, дети вернулись не просто с багажом знаний, они вернулись, знаете, с таким патриотическим настроем. Он у них был. Но вот когда видишь это величие и понимаешь, что такую страну не сломить никогда.